Не секрет, что туберкулез это социально обусловленное заболевание. В марте во всем мире отмечают день борьбы с туберкулезом. И в Алтайском крае, вслушайтесь в эту цифру, почти в два раза больных детей туберкулезом больше, чем в других регионах России. Почему такая ситуация сложилась и как помогают больным детям, мы сегодня говорим с председателем Алтайского отделения Российского детского фонда Оксаной Овчинниковой. Оксан, здравствуйте. Здравствуйте, Женя. Подготовясь к интервью, вот эту цифру я увидела и очень хочется, чтобы вы ее оспорили. Действительно ли такая картина в Алтайском крае? Ну, я могу сказать, что ежегодно у нас все-таки наблюдается снижение заболеваемости, но тем не менее ситуация действительно остается в Алтайском крае достаточно тяжелая по заболеваемости туберкулезом. Почему болеют дети? В чем причина? Ну, это, конечно, вина лежит на взрослых. То есть, как правило, детский туберкулез, это туберкулез по контакту. То есть, это заболел кто-то в семье и, видимо, не вовремя обратился, не провел профилактические какие-то меры, не сделал вовремя снимок, флюорографию не прошел. То есть, папа, мама, либо кто-то из родственников болит какое-то время, и ребенок вот у нас находится. Если о портрете говорить, это действительно вот семьи все неблагополучные, назовем их так, или все-таки всякие разные случаи бывают? Да, это заболевание такое, где попадают не только семьи из группы риска, но и, к сожалению, и благополучные семьи. То есть, от заболевания от заболевания туберкулеза не застрахован никто. В чем? Понятно, что медики, безусловно, подтвердят, в чем опасность. Но давайте еще раз скажите, пожалуйста, чем опасен туберкулез, если его не лечить и вовремя не диагностировать у ребенка? Туберкулез может привести даже к летальному исходу. Это, конечно, лучше вам скажут врачи, но заболевание это очень серьезно. Это крайне тяжелое заболевание, и лечится оно очень долго. У нас ребята в больнице проводят по несколько месяцев, реабилитация очень серьезная проходит, поэтому, конечно, здесь никаких вариантов нет. А возраст ребятишек больных каков? Маленькие совсем? Да, совсем маленькие. Есть детки с рождения и до 18 лет. То есть, это абсолютно любая возрастная категория. Дошколята и начальная школа, и среднее звено. То есть, вся категория до 18 лет у нас находится в учреждениях. Именно поэтому каждый год мы проводим благотворительную акцию на детскому туберкулезу. В этом году это уже 15 лет. Вот по нашей инициативе она проводится. В марте, кстати, исполняется, да? Да, 15 лет этой программе. Она была запущена по инициативе нашего председателя попечительского совета Андрея Геннадьевича Осипова 15 лет назад. И вот мы как раз собираем, акцентируем внимание наших благотворителей, наших меценатов на этой проблеме. Потому что в учреждениях, попадая туда вот эти маленькие наши ребятишки, ребятишки постарше, они нуждаются и в обуви, и в одежде, и в игрушках. Вы правильно сказали Женю в самом начале, что все-таки чаще всего, несмотря на то, что от туберкулеза не застрахован никто, и все-таки чаще всего это неблагополучные семьи. И вот такой факт, что когда привозят ребенка в туберкулезную больницу, когда он туда попадает, ему там исполнилось, например, 3 месяца, и он находится в течение года, то есть он растет, он развивается, меняется сезон, а одежды у него никакой нет. Вот его привезли там, вот в чем он там. А он без родителей там находится? Он находится без родителей, но и родители никак не реагируют на то, что у них ребенок растет. То есть они находятся в каком-нибудь отдаленном районе края, или даже бывает и не в отдаленном районе края. Ну, как мы говорим, горе родителей, да, которые вот сдали ребенка и забыли. И вот обеспечение всем необходимым – это вот как раз и одна из наших задач. Благодаря вот этой акции мы стараемся их обеспечить хотя бы по минимуму одеждой, обувью и всем остальным необходимым, памперсами теми же. Ну и потом у нас туберкулез – очень такое коварное заболевание. А ребятам нужны не только медикаментозные лечения, это вам любой врач скажет, но и положительные эмоции. Если ребенок, попадая в больницу, начинает хныкать, плакать, грустить, впадает в состояние депрессии, туберкулез победить очень сложно. Поэтому благодаря вот помощи неравнодушным людям нам удается проводить различные мероприятия. И для маленьких ребят дарить им подарки, какие-то конкурсы, викторины, встречи интересные проводить. И для больших ребят. Вот волонтеры нам очень сильно помогают, они устраивают. А вот кто к вам приходит? Беспотно приходит? Да, конечно. Школы личного роста, они там устраивают различные карты желаний, рисуют. То есть какую-то психологическую реабилитацию проводят. У нас много таких ребят. Это в основном, конечно, студенты-медики, которые понимают осознанно, что они подвергаются некому риску, бывая там. Но тем не менее, вот они идут на это. А скольким детям удалось помочь за эти 15 лет? Ну, я думаю, это тысячи детей. Конечно, мы не ведем, потому что это учреждением оказывается. Но вот если мы возьмем краевой детский туберкулезный санаторий, там до тысячи детей бывает в год. Вот. То есть если даже вот по нему смотреть, это 15 тысяч ребят, которые там проходили лечение за это время, мы им стараемся, вот это как раз те ребятишки, которые уже в стадии реабилитации находятся, их можно вывозить на мероприятия городские. То есть они никакой опасности не представляют. У них просто ослабленное здоровье в этот период. И вот мы их по максимуму стараемся и в театре, и в кинотеатре возить, и в какие-то вот другие массовые мероприятия, дарить положительные эмоции. И вот это все-таки сказывается на эти... Оксана, вот сейчас в крае на законодательном уровне утверждается закон о принудительном лечении туберкулеза. Думаю, что вы об этом знаете, слышали. Вот на ваш взгляд, там, конечно, речь идет о взрослых, о больных. Если не пришел, то тебя приведут принудительно. На ваш взгляд, какую нужно бы внести норму в этот закон о лечении детей, об ответственности родителей? Ну, мне, наверное, все-таки сложно ответить на этот вопрос. Я могу единственное сказать, что вот уже как бы упомянула, что все-таки детский туберкулез – это заболевание, как правило, по контакту. То есть если это будет принудительное лечение взрослых, мы как раз получим и падение заболеваемости у ребят. И это очень важно, потому что, ну, даже представить себе на какое-то мгновение, когда маленький человечек, который там 3-4-5 лет, попадает на длительное лечение в закрытое медицинское учреждение. Когда на протяжении месяцев он видит только людей в белых халатах. И даже вот там, когда ему ставят уколы, дают таблетки, какие-то он проходит другие медицинские процедуры, у него даже мамы нету рядом, в которой можно прижаться, поплакать, которая его пожалеет. Это очень серьезное испытание для взрослых, а тут у нас малыши. Поэтому, конечно, я абсолютно поддерживаю эту инициативу, потому что видим этих ребят. Какая помощь детям требуется сейчас? И вот люди, которые нас сейчас смотрят, что могут сделать прямо сейчас? Перевести средства, помочь какими-то вещами. Куда идти, кому помогать? Ну, начнем, наверное, с вещей. В больнице, в туберкулезной больнице, мы передаем только новые вещи. Я уже говорила, что это у нас возрастная категория от 0 до 18 лет. То есть любые новые трикотажные вещи, любая новая одежда, обувь, сезонная имеется в виду одежда, то есть футболочки, шортики, носочки, колготочки, платьица, все это будет востребовано и все это будет передано. Если говорить по игрушкам, это те игрушки, которые можно обрабатывать. То есть их можно помыть. Не мягкие. Не мягкие игрушки, да, то есть какие-то пластиковые, резиновые игрушки. Ну, конечно, там очень много существует проблем, связанных с поставкой мебелью. Вот у нас в прошлом году, благодаря нашему меценату, нашему такому верному другу, нам удалось в Рубцовском отделении туберкулезной больницы полностью заменить кровати. В этом году мы планируем поставить туда новые матрасы. В той же Рубцовской отделении туберкулезной больницы сейчас в таком состоянии, можно сказать, в аварийном находится электроплита, чтобы разогревать пищу для ребят, там она в контейнерах поступает. То есть вот таких тоже проблем очень много. И если финансовая возможность будет, мы, конечно, постараемся их закрыть. Оксана, спасибо вам большое за беседу. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с Оксаной Овчинниковой, председателем Алтайского отделения Российского детского фонда, о том, как помочь детям больным туберкулезом. До встречи.